Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают боится он будет делать стараться не сделать ошибок да вот о которых мы сейчас говорим значит и он будет просто бояться что-либо делать он будет только в каких-то рамках находиться медицина это не только наука это еще и искусство надо понимать это нужно индивидуально подходить в каждом случае делать вывод и принимать решение очень быстро самому врачу иначе он будет скован по рукам и ногам и не сможет лечить на самом деле но халатность любое преднамеренное такое вот отношение недобросовестное отношение она будет преследоваться уголовно смотрите что нам пишут есть по ватсапу вопрос поступил как раз по этой теме тогда надо во-первых запретить делать операции студентам врачам и нужно проверять регулярно врачей на знания чтобы они допускали ошибки за отсутствие знания или опыта и нужно разделять ошибки от халатности если например врач должен был что-то сделать ненамеренно и не сделал что повлекло бы травмы либо смерть ну то есть это то о чем мы как раз и говорим на самом деле нужно нести ответственность за свою халатность за свое не квалифика низкую квалификацию низкой квалификации врачей вообще не должны допускаться и так далее должны проводиться проверки квалификации врачей тоже как проходила да как проходило обсуждение в целом вот этих поправок это довольно массивный такой законопроект в мажилисе расскажите пожалуйста подробнее что было наиболее резонансной нормой ну кроме вот уголовного например преследования врачей кроме донорства еще что ну конечно же это вопрос того насколько можно делать самостоятельный вывод делать или не делать прививки ребенку и любому человеку значит когда было принято решение первоначально предложение министерства здравоохранения было о том что принудительное прививание это вызвало конечно массу вообще вопросов и противодействия почему не потому что люди такие дремучие и не хотят делать прививки и не понимают как важно сделать прививку например от полимелита от кори от паратита там или от столбника все понимают в основная часть населения понимает что это нужно делать но когда мы знаем об уровне коррупции формации когда мы знаем о том что эти прививочный материал может храниться некачественно неправильно да когда мы знаем что эти прививки могут закупаться по самым низким ценам не для развитых стран а для других стран значит которые предполагаются то конечно мы вызываем в это все вызывает сомнения и люди говорят о том что они имеют право на выбор делать прививку или не делать и вот как раз таки вот этот вопрос вызывал очень высокий резонанс министр неоднократно заверял о том что у нас ни один человек ни один ребенок не погиб от того что делали прививку но родители говорят совершенно о другом доказать что ребенок например погиб от того что сделали прививку очень трудно или доказать что ребенок стал инвалидом после того как он получил прививку это тоже против практически невозможно но у нас есть масса таких сообщений и значит когда люди подписалась подписались под петиции и основным вопросом был этот вопрос да то конечно же к этому нужно прислушиваться министерство здравоохранения в первую очередь давайте вот сейчас послушаем фрагмент выступления сегодня министр здравоохранения в сенате выступал второй фрагмент пожалуйста поставьте мы его прокомментируем послушаем родители отказываясь от вакцинации своего ребенка ограничивают права ребенка на здоровье в прошлом году среди заболевших корио зарегистрирован 21 летальный случай из них 19 детей напомню сегодня в стране прививки разделены на обязательные и добровольные также предусмотрено что допуск в детские дошкольные учреждения детей не получивших плановые профилактические прививки осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении если можно прокомментируйте но это то о чем постоянно говорит министр об ответственности родителей и конечно же каждый родитель наверное не враг своему ребенку и он понимает тоже что нужно делать прививки тогда когда их нужно делать но опять же он требует ответственности от министерства здравоохранения в свою очередь за качество прививочного материала за то чтобы провели нормальный медосмотр перед тем как делать прививку дали рекомендации чтобы правильно хранили прививочный материал и так далее то есть ответственность министерства здравоохранения тоже высокая в этом вопросе министерство должно взять на себя эту ответственность вот если можно теперь я хочу четко понять у нас до этого была обязательная вакцинация да и там без вариантов а сейчас сенаторы получать она была она правда она практически всегда была обязательна но была возможность такого что можно было сделать выбор и отказ до мотивированный отказ затем министерство здравоохранения когда представила проект кодекса то там было говорилось о принудительно прививочном о принудительных прививках и тогда депутаты внесли депутаты мажилиса внесли туда поправки в законопроект о том что это должно быть что это должно быть должны быть прививки добровольные значит без принудительного определения то есть каждый мог сделать сам выбор делать прививку или не делать но обязательно провести по этому поводу нужно было обязательно делать или отказ или согласие значит то есть это было уже в мажилисе определено но значит народ люди они сказали нам не устраивает такие подходы мы должны четко и конкретно в законе видеть слова о том что мы имеем право выбора как это определено и в конституции и во многих других законодательных актах что мы сейчас и увидели получается у нас такая формулировка право родителей на самостоятельное созданное принятие решения по вопросу прививок вы сами кстати как относитесь к вакцинации ну мои все дети привиты я привитая до внуки привиты но однако мы контролируем качество прививочного материала смотрим откуда этот материал проводим подготовку к тому чтобы сделать прививку ну давайте пожалуйста еще некоторые моменты вот этого важного кодекса мы озвучим что еще важно содержится да на ваш взгляд пожалуйста ну вот сейчас когда возвратили назад из сената наверное мы на этом остановимся да мне кажется очень важным вот просто кардинально важным я прям себе выписала четко регламентируется систематизируется права введения ограничительных мероприятий главными санврачами в случае угрозы возникновения эпидемий или инфекционных заболеваний но это вот просто сегодня на злобу дня потому что нас санитарные врачи они вводят какие-то постоянные запреты или постоянные какие-то ограничения коронавирус да но они вводят их самостоятельно и каждый как он считает субъективно понимаете он должен регламентироваться и систематизироваться должны его права потому что сейчас например чтобы открыть бизнес да какой то мы уже знаем цифры которые называют для того чтобы открыть бизнес который нужно будет куда-то передать понимаете потому что иначе ты можешь открыть и ты не ты не сможешь работать и мы слушали выступление одного из санврачей который говорил своим подопечным своим подчиненным что вы пойдете Вы должны, например, два предприятия закрыть, которые работают, а три предприятия штрафовать. Но это как? Это коррупционная составляющая? Я считаю, коррупционная. Поэтому должны быть четкие права, обязанности санитарных врачей. Их действия должны быть предсказуемы. А как эта поправка поможет вот это все ликвидировать? Все коррупционные моменты, это нам прямо... Должны быть протоколы, должно быть прописано, как и что делать, и в какой ситуации. Потому что, например, говорят, вот у нас растет количество заболевших. Как оно растет? Насколько? Какие проценты позволяют, например, закрывать всех на карантин, а какие позволяют выпускать? Они говорят, ну вот у нас столько-то человек или вот столько-то, конкретно сколько человек при том или ином заболевании. Но это же нужно очень четко говорить, понятно и ясно. Потому что когда закрывают и не думают, а как людям вообще жить? И уже не знаешь, что страшнее, в конце концов. Уже страшнее становится санитарный врач. Я очень понимаю, конечно, в этом плане, да, совершенно согласен. Если, да, ну теперь поправочка регулирует вот эти все вопросы, я надеюсь. Теперь определенный порядок в этом будет. Да, да. Следующая, например, поправка касается вопроса формирования прав ребенка на получение информации об охране репродуктивного здоровья в целях предотвращения нежелательной беременности или инфекции, передаваемой половым путем. Вот это вот убрали и предлагают закрепить право детей на получение информации об охране репродуктивного здоровья только лишь. А какая разница, какая разница, простите, я не уловил. Так, ну здесь было прямо направлено, да, направлено, что ребенок имеет права на получение информации в целях предотвращения нежелательной беременности и так далее, да. Сегодня говорят о репродуктивном здоровье. Там будет об этом сказано обязательно опосредованно, но не прямо. Ну, прямо. Окей. Давайте вот, смотрите, несколько есть вопросов, которые поступают нам по WhatsApp. Давайте я их зачитаю. А там в кодексе будут предусматриваться конкретные меры наказания за несоблюдение процессов, обеспечивающих надлежащее качество вакцины. Все-таки нас телезритель возвращает к этой вакцинации. Помните случаи заражения в ВИЧ-шемкенте детей? Ну да, это вот печальный случай. Да, да. Вы знаете, еще в Мажелисе, когда находился законопроект, кодекс здоровья народа, находился в Мажелисе, вот этот момент там рассматривался, и мы говорили о том, что если Минздрав ставит такие высокие требования к родителям, то мы ставим высокие требования к Министерству здравоохранения и тем, кто отвечает за приобретение прививок, за их хранение, за то, чтобы эти прививки сделаны были тем, кому они могут быть сделаны. И это записано. Действительно это есть. Ответственность высокая, доуголовной. И еще момент один. Исключена или нет, это телезритель задает вопрос, возможность вывоза органов и тканей из Казахстана для нужных иностранных граждан. Вообще по поводу донорства и трансплантации много было тоже вопросов. Вы знаете, в итоге там что получается? Вот смотрите, кодекс только что возвращается в Мажелис, мы еще его не читали, да, то, что там точно вот эти вот масса предложений, которые есть. Однако, первоначально, когда кодекс был еще в Мажелисе, значит, говорилось о том, что органы могут вывозиться за рубеж только для казахстанцев. От казахстанцев, для казахстанцев, для тех казахстанцев, которые находятся за рубежом. И это вызывало тоже тревогу и вопросы. Надо посмотреть, я еще не видела. Хорошо, давайте послушаем фрагмент выступления, опять же, Елжана Бертанова на министр разворохранения на сегодняшнем заседании Сената и потом прокомментируем. Пожалуйста. Спасибо. Безусловно, необходимо четко разграничение вот этого процесса, значит, передачи. И соответствующие нормы, они присутствовали ранее, в том числе и нотариально заверенное согласие на донорство со стороны живого донора. Вместе с тем, конечно, не всегда это возможно проконтролировать. В этой связи определенные меры мы приняли в отношении того, что, во-первых, четко ограничены организации, которые могут заниматься такого рода. Это только государственные организации. Многие факторы происходили в частных организациях, которые получали разрешение. Я вот не совсем понял. Вот получается, мне надо давать согласие? Или его там сейчас давать на сайте ЕГОВ? Или мои родственники должны за меня давать там? Ну, не дай бог, конечно. Какая там позиция? Еще пока не ясно. Да, позиция еще и не ясна. Давайте прочтем и поймем, что. Что там предлагается сейчас. В целом, как вы оцениваете влияние этого кодекса нового на нашу жизнь? Как вы думаете, что улучшится? Кроме того, что, например, изменено, по-моему, даже еще и время по поводу того, когда можно шуметь или нет. Есть такие моменты. Да, да, да. Ваша оценка как депутата? Ну, это очень важный кодекс, который коснется каждого. Никто не останется в стороне. Каждый будет охвачен. Да, и то, что вот такое внимание народа к этому кодексу и такое влияние большое, это очень хорошо. Значит, и есть возможность сейчас многое что изменить. Хотя и первоначально в Можилисе тоже было многое сделано для того, чтобы смягчить этот кодекс и сделать его полезным для каждого. Спасибо большое. Это была Ирина Смирнова, депутат Можилиса парламента. Мы обсуждали сегодня проект нового кодекса о здоровье народа. Он сейчас опять в Можилисе. И депутаты продолжают над ним работу. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». Спасибо. И вы можете посмотреть наш архив на сайте inbusiness.kz. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok